Донбасс 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 Летом 2014-го эти парни смиренно называли имена, фамилии, родные города и даже номера воинских частей. Тем же летом 2014-го под Червоносельском в руки батальона попал еще один так называемый местный. Механик-водитель боевой машины десанта захватчиков. Это молодой человек из Калининграда. У него были права. Был военный билет при себе. И там все четко было написано. Даже паспорт у него был. Калининградская область. Парню было 23 года. Эти военные все как один утверждали. На Донбасс попали не по собственной воле. Они не знали, что их везут на Украину. Что их загрузили в рефрижераторы. И на рефрижераторах привезли сюда. А здесь их уже ждала техника. Их посадили на технику и дали приказ. Таких случаев было довольно много. И тогда рассказывать, придумывать какую-то легенду для них не было никакого смысла. Потому что ситуация очевидная. Все, что было нужно, это добиться от военнослужащего подтверждения того, что он является таковым. Это удавалось без проблем, потому что при них были документы. Впрочем, легенды перед поездкой на Донбасс россияне все же получают. Все формирование осуществлялось сначала через 12-е командование резерва, а потом через центр территориальных войск Южного военного округа. Там идет отбор кандидатов, их предварительная подготовка, легендирование. И потом они отправляются на территорию нашей страны. Тех, кто отправляется на восток Украины после таких подготовок, хорошо разглядел наш следующий собеседник. Этот подполковник ВСУ сразу после Иловайского котла попал на неподконтрольную Киеву территорию. Договорились с оккупантами забрать тела раненых и погибших защитников. Там такое творилось. И чечены, и российская полиция, шевроны, МВД России ходят там с автоматами. Вот как в фильмах об арабских странах, где оружие продают и стреляют. Один в один. Только это у нас. И видно, что россияне, что их форма, МВД военные, отставники бывшие. А раз вышел высокий такой, видно, что в звании с погонами и шевронами. Команды там раздавал. А как-то ночью разговаривали с местным командиром батальона. Он оказался из Чечни. Командовал смешанным подразделением. Он мне говорит, мне приказали, и я пойду. Мне Путин сказал. Объяснил, что они все знали заранее. Им дали день перед отправкой. Объяснили, куда едут, показали позиции на карте. Так, с подготовкой и указаниями, Кремль и поныне поставляет на Донбасс своих военных из всей России. Привет, Чита! Привет, Улан-Удэ! Чита, Ясногорск, Агинск, Уф-Рочи! С Калининграда тоже! Алло, молеков! Уфа, привет! Россия, Россия, привет! Камуля, проси, что обманул! Ребята, кто с Россией? Все здесь с Россией. Любовь задорожная, Петр Галко, Александр Копловский, Евгений Савицкий, Ярослав Матиш, Юэй-Ти-Ви. В Германии на полигоне Грефенвер проходят международные танковые соревнования «Сильная Европа». Согласно программе, во второй день украинская команда должна была показать стрельбу из пистолета и выполнить задания по поиску и распознанию целей. Бойцы вооруженных сил Украины стреляли из отечественного пистолета «Форд» с трех положений – лежа, с колена и стоя. Огневое упражнение выполнялось в составе экипажей и заканчивалось стрельбой командира из башни боевой машины. На этапе поиска и распознавания целей надо было определить количество личного состава противника, его вооружения и технику. Украину на соревнованиях представляет танковый взвод капитана Романа Багаева. В первый день украинцы демонстрировали боевую стрельбу взвода в наступлении. Результаты огласят в конце соревнований. В этом году за главный трофей борются танкисты США, ФРГ, Франции и Польши, Австралии также и Украины. Напавших на участников АТО во время массовых мероприятий 9 мая в Днепре привлекут к уголовной ответственности. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, идентифицированы 8 нападавших. Следствие устанавливает организатора и источник финансирования этих лиц. Министр внутренних дел Арсен Аваков уже уволил начальников областной и городской полиции. Назначено служебное расследование действий правоохранителей. Напомним, в Днепре 9 мая произошли столкновения. По данным СМИ спровоцировали стычку с ветеранами АТО молодые люди спортивного телосложения. Перед этим они охраняли агитационные палатки оппозиционного блока. Сотрудники полиции оттеснили ветеранов. В результате 14 человек получили травмы. По подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной. Об этом в Нью-Йорке заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерико Магирини. Граждане Украины смогут въезжать в Европу на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам, но без права трудоустройства. Первая десятка финалистов 62-го песенного конкурса «Евровидение» уже известна. Накануне в Киеве в Международном выставочном центре завершился первый полуфинал. Из 18 исполнителей в финале споют участники из Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Вторая десятка финалистов определится 11 мая. Всего в финале выступят 26 конкурсантов, ведь к прошедшим в полуфиналы присоединятся представители стран «Большой пятерки», а также команда, принимающая страны, украинская группа «Оторвальд». В безопасности чувствуют себя зарубежные фанаты, прибывшие на «Евровидение-2017», передает Ройтер. Несмотря на агрессию России, на востоке страны гости песенного конкурса чувствуют себя в полной безопасности, развлекаются и наслаждаются отдыхом в столице Украины. Полиция и Нацгвардия постоянно патрулируют улицы, металлодетекторы установлены на каждом входе в фан-зону. Поклонники музыки из разных стран мира считают, конкурс призван объединить Европу. Кроме того, показать европейцам красоту Украины. Музыка и политика – диаметрально разные понятия, которые нельзя смешивать, говорят гости. Напомним, накануне в Киеве в Международном выставочном центре завершился первый полуфинал «Евровидения». Мера безопасности обеспечивается, причем даже усиленно. Вот, например, зона Евровиледж. По всей протяженности дороги абсолютно закрыта. В течение последних 20 лет я бывал в разных странах, где проводилось Евровидение. Там всегда все было открыто. Можно было пройти где угодно. А здесь все должны пройти через зону безопасности. Да, мы понимаем, что идет война, но она намного дальше отсюда. Я думаю, что Евровидение призвано объединить всю Европу. Ведь правда? Что может быть правильней в этой ситуации, чем привести всю Европу в страну, которая находится под негативным воздействием войны, и показать всем, насколько эта страна прекрасна? Были такие люди, которые твердили мне, не стоит туда ехать, это опасно. Но так говорили те, которые прежде никогда не были в Украине. Они испытывают страх из-за того, что в СМИ все, что происходит в Украине, показано очень устрашающе. Но это не так. Я ни разу не почувствовал здесь опасности. Я счастлив быть здесь. Я действительно очень рад. Наряды для статуи. 14 национальных костюмов примерила скульптура «Родина-мать» в честь старта Евровидения 2017. Среди них традиционные элементы одежды разных регионов Украины – вышиванки, плахты, запаски, пояса, украшения. А также ожерелье – символ песенного конкурса. Такой подарок для киевлян и гостей столицы сделал один из спонсоров Евровидения в Киеве. Полюбоваться монументом в образах можно будет до 13 мая в вечернее время с 21.00 до полуночи. Высота проекционной 3D-инсталляции на рекорд Украины потянула – превысила 50 метров. Предыдущее достижение высоты проекции 3D-маппинга было 7 лет назад, в 2010 году, на праздновании годовщины Киева. Это была проекция на Софийский собор, и она по высоте составляла 47 метров. Человеческая высота «Родина-мать» – 45 метров ровно. Высота верхней точки счета – 52,5 метра. После того, как мы получим мегапиксельные фотографии изображения 3D-маппинга, мы сможем с точностью до сантиметра сказать высоту проекции, но она была не менее 50 метров. Максимально понравился национальный флаг, цвета национального флага. Это очень патриотично, по сегодняшнему дню нам очень необходимо, очень красиво и ярко. Мне очень понравилось то, что первое, что мы увидели, это была украинская башибанка, которая отображает национальный украинский костюм. И это очень здорово, потому что гости, которые выезжают в город со стороны моста Патона, могут увидеть это.